И одну настройку нам надо сейчас поменять. Мы должны зайти в Module и указать, что у нас не FullFactorial модель, которая стоит по умолчанию, а модель Custom. Поскольку у нас в регрессии сейчас предполагается, что будут только главные эффекты. То есть одномерные переменные. Мы не будем их перемножать. Вот так мы и должны их выставить. Continue. Запускаем. И мы видим в самом низу R². Это коэффициент детерминации. Дисперсионный коэффициент детерминации. Он показывает, какую долю правильных ответов мы сможем получать при прогнозировании, ориентируясь на регрессионную модель, построенную в дальнейшем. Не более 0,519. То есть мы почти в половине случаев будем ошибаться, но всё-таки менее, чем в половине случаев. Если нам удастся построить очень качественную регрессионную модель, мы достигнем этого результата. Лучшего результата, если в регрессионной модели будут только одномерные эффекты, главные эффекты, мы достичь не сможем. Это очень важно понимать, принимая решение о том, следует ли заниматься регрессионным анализом на располагаемых данных. На что здесь важно обратить внимание. Вот общая исходная вариация. Вот сумма внутригрупповых вариаций. Вот сумма межгрупповых вариаций. Она немножко больше, чем сумма внутригрупповых. Поэтому дисперсионный R2 выше, чем 0,5. По этому параметру наша модель регрессионная имеет право на существование. И последнее условие, последнее требование, последний параметр оценки располагаемых данных состоит в том, чтобы оценить, равны ли между собой внутригрупповые вариации. Действительно, если внутригрупповые вариации для разных профилей очень сильно различаются, то получается, мы для разных профилей будем делать разной точности прогноз. Это, конечно, плохо. Хорошо бы, чтобы мы для всей модели в целом были уверены в точности прогноза. Поэтому хорошо бы, чтобы эти вариации были бы равны, статистически равны. То есть, с небольшими отклонениями между собой. Такая ситуация, когда равны между собой, эти вариации называются гомоскедостичностью. Проверим нашу модель, точнее наши данные на гомоскедостичность. Снова зашли в многофакторный дисперсионный анализ. Здесь есть критерий Левиния, который и призван проверять наличие гомоскедостичности. Идем в Options и выставляем Homogeneity Tests. Continue.